Бывшая жена Амирана Сардарова поведала об обмане на международном кинофестивале. Очень многих людей кидают. Это единственное время в году, когда люди в киноиндустрии могут заработать на инфлюенсерах и на желающих попасть на красную дорожку. Многим людям дается аккредитация. Для этого нужно податься на Каннский кинофестиваль с кинокомпанией. И те люди получают возможность зарезервировать за пару дней до показа фильм и красную дорожку. Многие ставят боты на сайт, многие пытаются как-то пролезть. Но свойство этого фестиваля в том, что все хотят попасть на красную дорожку. И перекуп билетов может стоить от 1000 до 5000 долларов, раскрыла Марьям. Теляева привела пример того, как люди наживаются на мечтающих пройтись перед камерами. «Вчера, например, моя подруга просто захотела пойти на показ фильма Кевина Костнера. Она ждала билет, за который заплатила 5000 долларов. Ждала, ждала, и ей его не отправили. Потом отправили какой-то код для билета, приезжает со мной вместе, пытается пройти, и ей отказывают, говорят, что уже кто-то прошел по этому коду», — добавила она. Блогер упомянула Викторию Боню, которая, по ее словам, успешно зарабатывает на наивных. Есть очень много людей, которые перепродают свои билеты, перепродают свои машины. Для меня, конечно, очень звучит шокирующе, как Виктория Боня за 30 тысяч долларов продает билеты на Камскую кинодорожку, когда они в хорошем случае могут стоить 5000 долларов. Но если есть желающие, я их поздравляю. Очень много девушек, которые просто прыгают с яхты на яхту, а-ля, дорогой эскорт. «Никого не осуждаю, просто рассказываю, каково тут», — поделилась Шатенко. К слову, «Звезда дома 2» действительно объявляла, что продает проход с ней на Каннский фестиваль, только сумму озвучивала другую, от 7 до 10 миллионов рублей. Бонни гарантирует покупателям билет, трансфер, фото с красной дорожки и место на балконе. А для девушек она может подобрать еще и роскошное платье. Субтитры создавал DimaTorzok